В угловой комнате второго этажа, историко-мемориального центра музея Гончарова, воссоздана комната матери писателя. В этом году исполняется 235 лет со дня ее рождения. В этой комнате понимаешь, что Авдотья Гончарова была женщиной-набожной. Ее внук, Александр Гончаров, вспоминал, что в комнате бабушки был большой киот и постоянно горела «Синяя лампада». Там же висел портрет симбирского Андреюшки, самого почитаемого в городе святого. В зале тоже представлен портрет Андрея Блаженного, созданный неизвестным симбирским художником в первой половине XIX века. И стоят иконы. Уникальный экспонат этого зала – подлинный портрет самой Авдотьи Матвеевны Гончаровой, работы неизвестного художника первой четверти XIX века. На портрете художник запечатлел Авдотью Матвеевну в счастливый период ее жизни. Мы видим еще сравнительно молодую, полную обаяния, женского достоинства, мать писателя. Очень нарядно одетую, в дорогом платье, жемчужного цвета. Платье украшено кружевами, очень богато. Кичка на голове, как положено у замужней женщины, но кичка тоже украшена кружевами. Интересная история этого портрета. Биографы Ивана Александровича Гончарова для иллюстрации своих книг, конечно, использовали портрет Авдотьи Матвеевны. Но долгое время репродуцировался другой несколько портрет, по которому Авдотья Матвеевна выглядела немного старше. Она была намного проще одета. И говорили как-то об Авдотьи Матвеевне, как об очень простой женщине. К открытию первой экспозиции музея Гончарова к 1982 году портрет матери писателя был отправлен в реставрационный центр «Грабаря» в Москву. Этот портрет реставрировали очень долго. Мы волновались, потому что он был около пяти лет на реставрации. Шел очень сложный процесс, и мы очень часто звонили туда, и нам говорили, что это очень интересный идет процесс реставрации. И говорили, что вы увидите совсем другой портрет. И действительно, когда вернули портрет, все увидели совсем другую Авдотью Матвеевну. Еще молодую женщину, нарядную, в расцвете красоты. И сразу становится понятно, почему Иван Александрович, вспоминая о матери, всегда говорил о ней, как о незаурядной женщине. Она стала прототипом образа в матери Александра Адуева из «Обыкновенной истории», матери Ильи Обломова из «Романа Обломов» и Татьяны Марковны Бережковой из «Романа Обрыв». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.